И у нас с вами в гостях этим утром певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Легожин. Доброе утро! Доброе утро! Первый раз мы встречаемся в новом качестве. Я поздравляю вас со званием заслуженной артистки России. Спасибо большое! Как вы себя чувствуете? Меня любят мои зрители, они слушают мои песни, мои слушатели, поклонники. Они у меня были и есть, поэтому с этим же не изменилось. Но, конечно, приятно, что меня заметили. Я знаю, что в вашей личной жизни тоже грядет серьезное событие. Что толкнуло вас на такой шаг? Ну, о чем? О венчании. Мы почему-то довольно долго шли. Кто-нибудь? Мы как-то не договаривались. Кто инициатор? Ты помнишь, кто инициатор? Не знаю. Мы как-то так решили, что так должно случиться. Все должно продойти как-то с чистым стоком. Не хочется венчаться как-то с пыха. У меня между концертами скорее побежали. Говорят, что ведь это уже на всю жизнь действительно. Конечно, конечно. Но вы уже готовы продвинуться друг с другом? Я да. В свою жизнь. Валерия, учитывая ваш предыдущий опыт, у вас существует брачный контракт? Ну что вы, о чем вы говорите? Опыт опытом, но просто все индивидуально. Неужели вы теперь верите мужчинам? Вы знаете, есть мужчины, которым можно верить, правда. Я уверена, что мне никуда не придется говорить обратно. Я не верю, что пригоден вообще кого-либо в этой жизни может обмануть. У вас очень много подопечных. Вы продюсируете не только Валерию. Не ревнуют ли остальные к тому, что вы так много времени уделяете супруге? Они воспринимают это как данность. Могу сказать, что Валерия не ревнует, остальные да, но придется что-то мне ревнуть. Мы получаем очень много песен от наших телезрителей. И вы знаете, многие поклонницы Валерии интересуются, есть ли голос у Пригожина. Я понимаю, что вы, может быть, и не в голосе, но какая песня супруги вам больше всего нравится, и вы готовы? А мне нравятся все песни, я не могу выбрать какую-то одну. Выкрутил, что выкрутил. Так, дуэт. Ганна, что тебе это нравится, тогда что давай я постарю. Давай. Какую, ну ты давай. Почему-то задержалась лето, почему-то не вздалась тебя. Скоро сам узнает все об этом. От цветов и солнца, от воды и с ног, я очень, кстати, задержалась лето. Могу пооблазировать только вам, Валерия. Иосиф, может сказать вам, Валерия, ты сегодня не в духе, ты плохо выступала. Я такого никакого-то вреда от него не слышала. А наоборот, я занимаюсь сэндвичеванием, говорю, что у меня вот это вот вообще категорически сегодня вот не получилось. Он говорит, ты что, когда вы говорите, почему она тебя наговаривает? Ты была просто бредная. Ну, есть такое, она говорит, ой, я поправила, ой, я тут это самое не так делала, вот я не так это йогу сделала, я не так это, я говорю, хватит. Она все время сама себя это самое. Правильно, правильно. Так невозможно, она все время с собой недовольна, все время недовольна. Ну, это нормально. Но я знаю, что остальных, что вы критикуете. Критикую, дело в том, что критикую, да. Я ведь смотрю на какие-то вещи со стороны, я, например, не переживаю, когда мне Лера делает замечание, когда она на меня смотрит со стороны, я что-то делаю не так. Я же ведь меняюсь, исправляюсь, вот. Возвращаясь к брачному контракту, у нас его никогда не будет. Есть понятие «система доверия», да. Вот если человек изначально не способен доверять, то он не способен, и контракт не поможет. Ты не можешь жить по контракту. Жизнь – это другое. Ну что ж, я вам желаю творчества, любви. Все письма от наших телезрителей я вам передам. Мы вместе заканчиваем программу. Попрощайтесь. Пусть всегда рядом с вами будут ваши близкие. Будьте любимы, любите сами. Всем самого-самого доброго. Доброе утро, удачи и хорошего настроения. Не только на весь день, но и на все последующие. А мне остается поблагодарить вас, что этот день вы начинали вместе с нами. Хорошего рабочего дня. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok